Начальник ЖСО номер 3 из Лиды Александр Берцевич – один из 19, кому в этом году присвоили звание Человек Года Гродничины. Традиционно, именно в День Независимости Беларуси 3 июля представители разных профессий за достижения в работе удостаиваются этого звания. Это не только диплом и премия в размере 20 базовых величин, как признаются лауреаты, это и большой груз ответственности перед коллегами. Во-первых, это гордость, гордость за то, что мы живем в нашем Принеменском крае, и гордость за свой коллектив, потому что это заслуга не только моя, это заслуга коллектива. Следующим этапом праздника стал военный парад войск Гродненского гарнизона. Представители воинских частей прошли строем перед зрителями, а дальше на проспекте появилась военная техника. Танки Т-72Б, БМП-2, самоходные артиллерийские установки, колесная техника. Замыкающим в этой колонне стал зенитно-ракетный комплекс С-300. После этого городской проспект превратился в военный плац. Духовые оркестры продемонстрировали не только свои музыкальные навыки и армейскую выправку. Небольшой плац-концерт они превратили в настоящее шоу. К слову, телеканал Гродно Плюс вел трансляцию военного парада. Посмотреть, кто не успел телевизионную версию, можно будет во вторник в 21.15. В этом году наша страна отмечает День независимости уже в 25-й раз. За эти годы были достигнуты хорошие результаты в научной и социальной сферах, в сельском хозяйстве и промышленности. Наш город этот праздник тоже встретил с высокими показателями. По итогам прошлого года Гродно занесен на республиканскую доску почета. Я рад, что сегодня город Гродно продает свою продукцию более в 100 стран мира. И это нормально, ведь сегодня уже не стоит вопрос произвести продукцию, вопрос, как ее продать. В этот прекрасный праздник я еще раз хочу поздравить наших гродненцев с прекрасным праздником независимости. Ведь независимость давалась достаточно очень серьезно. И в этом в первую очередь хочу поблагодарить наших ветеранов и поздравить их. Добра, процветания, долгих-долгих лет жизни. Гуляния, несмотря на дождливую погоду, переместились в центр города и продолжались до позднего вечера. Торжества в День независимости завершились традиционной республиканской акцией «Споем гимн вместе» и праздничным салютом. Юлия Балтруканис, Яна Мельниченко, Дмитрий Пастернак, Сергей Печерица. Новости Гродно+.